Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. 12 июля в некоторых избирательных округах республики пройдут повторные выборы в Народное собрание Парламент Республики Абхазия. В Гудаутском районе выборы состоятся в Отхарском, 14-м, Гудаутском, 18-м округах. Все участковые комиссии, а их семь по числу сел, принимающих участие в голосовании, готовы к проведению выборов. Также все готово для голосования в двух избирательных участках 18-го округа в городе Гудаута. В нашем участке должны проголосовать более тысячи человек. Баллотируются. Кандидатами в депутаты являются два кандидата. Это Хагба Алхаз Исметович и Ахба Астамур Яковлевич. Оба кандидата являются выпускниками данной школы. Я думаю, что явка будет хорошая и выборы состоятся. Что касается членов избирательной комиссии, они уже несколько лет являются членами предвыборной кампании и знают свою работу. Так что я думаю, что все будет нормально, у нас все готово. При кабинете министра в Абхазии в обновленном составе и формате работы возобновила свою деятельность комиссия по вопросам гуманитарной помощи, сообщает Пресс-служба правительства. На первом заседании, состоявшемся сегодня, были рассмотрены несколько вопросов о присвоении грузам, направляющимся в Абхазию для безвозмездной передачи общественным организациям или частным лицам статуса гуманитарного. Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при кабинете министров действует с 2003 года и осуществляет координацию на государственном уровне деятельности органов, организаций и лиц по получению и распределению гуманитарной помощи, поступающей в Республику Абхазия. В соответствии с распоряжением главы столичной администрации Беслана Эшба, городским домоуправлением поручено усилить контроль за самовольным строительством на территории Сухума. Чем грозит незаконное возведение объектов и какие меры будут применять, нарушителям выясняла Эсма Гуланзе. Ни для кого не секрет, что в нашем городе есть объекты несанкционированного строительства. Это когда собственник не согласовывает строительство с компетентными ведомствами или же оно ведется на земле незаконно оформленной. Столичная администрация предприняла ряд мер для борьбы с подобными нарушениями. Городским службам и отделам было дано поручение выявлять и пресекать незаконное строительство на территории города. В частности, свой контроль ужесточат столичные домоуправления, бюро технической инвентаризации, а также отделы землеустройства и градостроительного регулирования и архитектуры. Каждая из этих служб при выполнении своих обязанностей, при выявлении, они должны незамедлительно сообщать об этом, о факте незаконного строительства главе администрации города Сухум, а также главному архитектору города Сухум для принятия дальнейших мер реагирования. Администрация намеревается пресекать подобные нарушения на начальном этапе, когда собственник только приступает к строительству. Владельцу будет строго рекомендовано оформить все разрешительные документы в администрации города. Что касается незаконных объектов, которые уже возведены, то эта проблема значительно серьезнее. Глава администрации города Сухум в дополнении к принятому распоряжению также издал второе распоряжение, согласно которому, чтобы бороться с такими уже объектами, скоординировать действия структурных подразделений, администрация города Сухум предоставляет нам право обращаться в судебные органы с исковым заявлением о сносе этих построек за счет самого лица, который осуществил самовольное строительство. Помимо правовой стороны, последствия самовольного строительства необратимы и могут быть опасными для жизни многих людей. Вся прибрежная территория Абхазии относится к сейсмике в 9 баллов. То есть у нас, возможно, землетрясение 9-бальное. И, соответственно, все те строения, которые возводятся на законных основаниях, они просчитываются. Особенно многоэтажные строения. Когда возводятся самовольно, возводятся объекты, да, то есть каждый считает себя архитектором, каждый считает себя строителем. И возводят объекты из ограждающих блоков. Что такое ограждающий блок? Это блок, который не рассчитан на несущие конструкции. Он рассчитан только на ограждение стен. И когда трехэтажное здание, жилой дом, возводится из ограждающих блоков, то оно не выдержит не то, что 9 баллов в сейсмике, оно 4 балла не выдержит. И тогда могут быть человеческие жертвы. Информацию о конкретных объектах самовольного строительства специалисты нам не предоставили. Однако отметили, что борьба будет вестись совместными усилиями всех ответственных служб. Мы стараемся объяснять людям о том, чтобы получить разрешение. Ничего сверхъестественного не нужно. Нужно просто обратиться в администрацию, к специалистам, которые вам расскажут, начертят и дадут разрешение на строительство. В этом нет ничего зазорного. Просто к своим законам нужно относиться с уважением. Любую стройку необходимо начинать по всем существующим правилам и нормам. В противном случае, потратив на возведение объекта немало усилий, можно попросту его лишиться. Развитие банковской системы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня в парламенте на расширенном заседании комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием замруководителя администрации президента Джансуха Ананба, представителя президента в Народном собрании Саиды Бутба и председателя Национального банка Беслана Барателя. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания. Участники заседания обсудили текущее состояние банковской сферы, проблемы и недостатки, имеющиеся в работе банков, возможности расширения потенциала кредитования, развития соответствующего законодательства Республики Абхазия. Сегодня же состоялось расширенное заседание парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, в котором приняли участие советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов и руководитель консульского отдела Екатерина Павлова. Обсуждались вопросы оформления и получения готовых российских загранпаспортов и сложности, с которым сталкиваются граждане в этом процессе. По итогам обсуждения депутаты Народного собрания предложили российским дипломатам парламентское содействие в решении актуальных задач. Жизнь и смерть в ритме фламенко-испанские страсти на абхазской сцене. В Русском драматическом театре имени Искандера состоялся закрытый показ для представителей СМИ, пьесы Федерико Гарси Лорко «Кровавая свадьба». Как было заявлено ранее на пресс-конференции режиссером спектакля Марии Романовой, эта постановка отлична от других, фатальная на первый взгляд пьеса. С каждой минутой становится глубже и чувственнее. Алиса Шамба продолжит тему. Репертуар Русдрама пополнился еще одним ярким и запоминающимся спектаклем – постановкой поэмы испанского драматурга Федерико Гарси Лорки «Кровавая свадьба». Премьера спектакля должна была состояться еще в апреле прошлого года, но по некоторым причинам была перенесена на апрель 20-го. Однако премьере снова не суждено было состояться, уже из-за пандемии коронавируса. Но творческая команда Русдрамы нашла и в этом свои плюсы. Происходят какие-то перемены вообще с человечеством. И мне стало казаться, что это так актуально, причем не впрямую актуально, как у самого Лорки, который написал эту пьесу в преддверии гражданской войны. Вообще эта история, ну даже не то, что это история, это о неком пути души человека, о неком очищении в итоге. Мне кажется, что это очень важно вообще нам, людям, приходить к этой абсолютной любви. То есть это какая-то, происходит постоянная внутренняя работа над собой, чтобы мир в итоге стал лучше. Над постановкой «Кровавой свадьбы» работала талантливая команда, возглавляемая режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Лен-Совета Марии Романовой. Кроме того, для работы над спектаклем были приглашены режиссер по пластике Римма Саркисян и художник по свету, известный российский мастер, лауреат высшей театральной премии «Золотая маска» Денис Солнцев. Как заметил гендиректор Русдрама Иракли Хиндба, на протяжении полугода вся труппа буквально жила миром Лорки, погружаясь не только в его поэзию, но и в дневники и тексты, тем самым оттачивая каждую фразу пьесы. Он также отметил, что в спектакле нет испанщины, только абсолютно поэтизированная и ясная история. В этом спектакле, на мой взгляд, Мария пошла совершенно правильным путем, путем чувственным, символическим, мифологическим, образным, эмоциональным, визуально-поэтическим, красивым, по пути красоты, по пути подлинных чувств, подлинных страстей. Здесь нет вот этой испанщины, которая всегда связана с гитарой, с фламенко, с чем-то еще. Здесь ничего этого нет. Здесь есть абсолютно поэтизированная история. В спектакле заняты разные поколения артистов театра «Искандера». В роли матери заслуженная артистка Абхазии Наталья Папаскири. В начале, когда выбрали, два года назад, я прочитала пьесу, и мне показалась такая она мрачная, такая она тяжелая, тяжелая, которую вынести и прожить это все, можно потом сдохнуть и все. Я думала, как мы это все будем делать? Но когда мы начали работать и распахивать все, погружаться в ворку, все, что было сказано выше, я просто завидую тем, кто будет смотреть, и они будут, мне кажется, испытывать счастье от того, что они окунаются в это, потому что каждый материал дает такое постижение, не каждому. Спектакль «Кровавая свадьба» наполнен высокой поэзией, музыкой и атмосферой мифа, чувствами, любовью и местью. Пьеса Лорки очень близка мировосприятию, мироощущению абхазов, считает гендиректор Руздрамы Ракли Хиндба, что и стало одной из причин ее выбора. Главную роль Леонардо играет Усмана Бухба. Его герой женат, однако страстно влюблен в другую. Это единственный персонаж, которому Лорка дал имя. Федерико Гарсия Лорка наделил свою пьесу духом подлинной страсти. Режиссер-постановщик спектакля вдохнула в нее жизнь. Пронзительная игра актеров, невероятная игра света и теней, хореография, чувственность и страсть в каждом звуке. Все это в спектакле «Кровавая свадьба». В зале Руздрамы на закрытом показе были представители всех СМИ республики. После спектакля своими впечатлениями они поделились с нами. Обозначить словом «понравилось», «увиденное», считаю, слишком мелкая характеристика. В Руздраме для постановки «Кровавой свадьбы» гендиректор собрал талантливейшую постановочную группу. Здесь есть все, что близко нам. И свадьба, и трагизм смерти, и радость жизни. Лорка, он прекрасен. И он настолько трепетно близок Абхазии, что просто эмоции зашкаливают. Я считаю, это прорыв для театра, это прорыв для театрального искусства Абхазии. Это гениальный спектакль, и постановка очень бережная, аккуратная. Премьера «Кровавой свадьбы» состоится на сцене Русского драматического театра 10 и 11 июля. В Абхазском государственном молодежном театре также готовится к премьере. Сейчас артисты вплотную заняты репетициями. О том, какой новой постановкой удивят своих зрителей молодые актеры театра, расскажет Алика Трапш. После карантина Абхазский государственный молодежный театр возобновил свою работу. Это долгожданное событие не только для самих артистов, но и любителей театрального искусства. Сейчас на сцене Государственной филармонии проходят репетиции нового спектакля молодежного театра «Вестсайская история». Легендарный американский мюзикл «Вестсайская история» снискал мировую славу еще в 1957 году, когда впервые был поставлен на Бродвее. Постановка возникла благодаря Творческому союзу композитора Леонардо Бернстайна, сценариста Артура Лоренса, хореографа Джерома Робинсона и поэта Стивена Сандхайма, которые решили адаптировать знаменитую трагедию Шекспира, Ромео и Джулета на современный лад. Мюзикл пользуется оглушительным успехом и в наши дни. И вот впервые спектакль «Вестсайская история» поставлен на абхазской сцене. Режиссером постановки является Есма Дженни. Это ее первая работа в этом качестве. По ее словам, выбор на «Вестсайскую историю» пал не случайно. Зрительский голод ненасыщен. А почему? Потому что это вечная тема, тема любви. Мы делаем историю, которая могла бы произойти в Абхазии, в одном из районов Сухума. Это абсолютно реальные люди, среди которых мы можем жить. Они, может быть, приехали из разных городов, может быть, из разных стран. И вот как они уживаются в одном пространстве, со своими традициями, со своими принципами жизненными. Выбор, в общем-то, еще совпал с тем, что в этом году в Абхазском государственном университете выпускается курс актерский. В нем очень талантливые ребята. И нам показалось, что вот как раз театр сейчас созрел для такой темы. Режиссер не ставила перед собой задачу повторить всю партитуру композитора Бернстайна. И поэтому зрители увидят не мюзикл, а спектакль с музыкальными, вокальными и танцевальными номерами. Вестсайдская история – это сильная и суровая пьеса, смело обличающая жестокость, призывающая к добру и человечности. Действие происходит в Вестсайде, довольно криминальном районе Нью-Йорка, где две молодежные уличные группировки отчаянно борются за право контролировать территорию. На фоне этих уличных войн разворачивается красивая, но трагичная история любви. Актеры государственного молодежного театра с большой ответственностью и полной самоотдачей подходят к работе. Вадим Абухуб исполняет одну из главных ролей – предводителя банды Бернарда. Сложно, естественно. Работаем. Любая роль сложна. Помогают режиссер, друзья, коллеги. Думаю, что зритель увидит, оценит. Безусловно, после долгого перерыва актерам молодежного театра было сложно войти в рабочую колею. Но, несмотря на это, они практически в полном составе и без устали готовятся к премьере. Сейчас артисты вынуждены проводить репетиции в стенах Косфилармонии. Сцена, где мы занимаемся в культурном центре Абаза, она настолько узкая, не дает возможности ставить все мизинсцены, которые мы хотим полноценно. Здесь хореографические элементы, моменты, те, которые невозможно ставить на сцене Абазы. Ну и сейчас уже более двух недель мы здесь занимаемся. Я надеюсь, что мы никого не потеснили. После того, как мы отсюда уйдем, сразу переходим на прогоны сцены Абхазского драматического театра. Премьера спектакля «Бестсайская история» состоится 28 и 29 июля на сцене Абхазского государственного драматического театра. Краткометражный фильм Абхазского режиссера Инара Нормания «Меня зовут Махаз» стал победителем на онлайн-фестивале российского кино «Большой экран». Как сообщил Инар Нормания, фестиваль шел онлайн около четырех дней. В категории «Короткого метра» по результатам оценок жюри и зрителей победили семь фильмов. Среди них и его работа. Фильм наряду с другими победителями фестиваля попадет в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема». В Сухоми отметили День семьи, ставший традиционным праздником для детей. Уже несколько лет подряд организовывается в Старом поселке на одной из столичных детских площадок. Мероприятие посетил заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманицы. Смотрите репортаж пресс-службы администрации города Сухом. День семьи, любви и верности отметили в Сухоми. В этом году на Старом поселке его совместили с Днем защиты детей, который не удалось провести 1 июня из-за карантина. Четыре года подряд депутат Сухомского городского собрания Иракли Харчелава и Управление культуры администрации Сухома устраивают на Старом поселке праздник для детей. К нам обратился депутат городского собрания Иракли Харчелава. Он как многодетный папа. Этот праздник он решил провести сегодня. Конечно же, с удовольствием поддержали его. Его поддержал и ВАГ. Они организовали именно вот эти развлекательные моменты. Музыкальное оформление управления культуры помогло. Я думаю, что это нужно практически проводить не только в этом районе, а и по всему городу. Мы, как Управление культуры, тоже планируем в летнее время провести в парках различные мероприятия для наших детей. Я думаю, что это каждой маме, которая выйдет со своими детьми. Такого рода развлечения они будут только в радость всем. На обновленной свежевыкрашенной детской площадке чувство праздника царило в воздухе. Аниматоры увлекли детей разнообразными конкурсами, в перерыве с музыкальными паузами. Дети охотно пели и танцевали. Всех поздравляю. У кого есть семьи, живите счастливо, долго. И чтобы у вас было много таких маленьких деток. Здоровье детишкам, крепкие семьи, чтобы были. И долгих лет совместной жизни счастливой. Пелают детям счастья, здоровья взрослым, чтобы они были всегда здоровы. Праздник детям пришелся по душе. Спасибо за праздник! Илана Кокаля, Дэви Давидов, специально для Абхазского телевидения. Коронавирус и связанные с ним ограничения по-прежнему находятся в центре внимания всего нашего общества. Несмотря на то, что снятые некоторые ограничения и жизнь внутри республики постепенно входит в нормальное русло, все мы понимаем, что опасность распространения болезни сохраняется. Насколько серьезно эта проблема видна на премьере России, в частности, республик Северного Кавказа. Сотни человек переболели коронавирусной инфекцией, десятки погибших. Кое-где пик болезни пройден, но риск рецидива все еще существует. Мы связались с специалистами ряда республики, попросили их рассказать о ситуации с COVID-19. Об этом в нашем эфире сразу после выпуска новостей в программе Амши Кшара Яцу. А сейчас небольшой отрывок из нее. На сегодняшний день 30 новых случаев выявления. Поэтому говорить о полной победе еще рано. Но я надеюсь, что мы уже в победителях. Как люди вообще реагируют на эту ситуацию? Соблюдается ли до сих пор карантин или есть какие-то послабления уже? Вы знаете, как и везде, наверное, в первую очередь, Карачаево-Черкесия была одним из последних регионов, куда дошла эта болезнь. Когда в России уже многие регионы боролись с этой болезнью, у нас еще не было больных. И поэтому случилось так, что общество разделилось на коневерующих и коверующих. Большинство населения очень скептически поначалу относились к этой болезни. И даже когда уже начали заболевать люди, когда уже появились первые больные, больные в силу ментального характера, наверное, местного населения. Не прекращались свадьбы, не прекращались похороны. Достаточно слабо соблюдался масочный режим, режим самоизоляции. Поэтому ситуация очень быстро осложнилась. И в конце выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночи плюс 19,24, днем плюс 24,29. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова